Добрый день, коллеги. Еще раз добрый день, уважаемые коллеги. У нас уже время очередного вебинара. Я хочу отдельно поблагодарить всех наших коллег, которые заранее подключаются, настраивают камеры, звук, заинтересованность проявляют. Спасибо за вашу ответственность. Это показывает то, что вам не все равно. Но остальным коллегам, которые тоже успевают подключиться, я тоже хочу выразить благодарность за участие, за интерес к проявленной теме и за совместную такую большую деятельность во благо детей, во благо семей нашей страны. Сегодня у нас четвертый вебинар по повышению результативности деятельности Центра педагогической поддержки родителей. Мы продолжаем говорить о том, как важно родителям обратить внимание на своих детей, как их взаимоотношения влияют на дальнейшую судьбу, на дальнейшие взаимоотношения детей, на его определение по профессии, вообще его взаимоотношения в социуме, на его физическое состояние, эмоциональное состояние и психическое состояние. Сегодня на нашем вебинаре мы будем рассматривать тему «Деятельность, смысловой подход к психологической трансформации личности родителей». Спикером сегодняшнего вебинара я хочу вам представить Калиева Гульсара Исламгазиевна, ведущий научный сотрудник, ученый-секретарь научно-исследовательского отдела Национального института гармоничного развития человека. Калиева Гульсара Исламгазиевна, вы нас слышите, пожалуйста, вам слово. Большое спасибо. Ну что же, начнем, уважаемые коллеги, добрый день всем. Начнем наш вебинар. Только что вы услышали тему, о которой мы сегодня с вами будем говорить. И я бы хотела сразу обратить внимание, во-первых, на ключевые слова, которые есть, уже заключены в самой формулировке темы. Это деятельность, это смысл, это психологическая трансформация личности. И еще я хотела бы отметить вот такой момент. Наша тема сегодняшняя, как вы видите сами, является более теоретической темой, которая затем уже будет иметь свой практический выход. И вот просто я хочу вам привести такую цитату, известную цитату, ее употребляют многие известные люди, ученые, политики, общественные деятели. Но принадлежит она Людвигу Больцману, австрийскому физику. И он сказал, что нет ничего более практичного, чем хорошая теория. Вот исходя из этого, сегодня мы с вами и будем заниматься больше теоретическими аспектами проблемы. Будьте добры, следующий. Цель нашего занятия – обоснование деятельностно-смыслового подхода как основы процесса психологической трансформации родителей. Ну, если сказать проще, то меняться родители могут, как и любая личность, только в результате определенной своей деятельности, основанной на определенных смыслах. Ну, я не буду читать задачи, вы их видите на слайде. Мы будем говорить о сущности этого подхода в психологической трансформации родителей. Следующий, будьте добры, слайд. Мы с вами рассмотрим вот такие вопросы. Деятельность воспитания, ценности и смыслы, влияние смыслов на воспитательную деятельность родителей. Позиция родителя. Что это такое? И третий вопрос – условия реализации деятельностно-смыслового подхода в развитии педагогической культуры родителей. Сразу вас хочу предупредить, что сегодня, на сегодняшнем вебинаре, мы с вами не будем подробно говорить о педагогической культуре родителей. Эта тема у нас будет на следующем вебинаре, который состоится 29-го, насколько я помню, по расписанию числа. И вот развитие педагогической культуры родителей является прямым продолжением сегодняшней темы. Следующий слайд. Ну, только что я как бы выделила ключевые слова нашей темы – это деятельность, смыслы и психологическая трансформация. Ну, в принципе, само вот это понятие психологическая трансформация, я думаю, вам понятно, потому что вы все люди с психолого-педагогическим образованием. Можно встретить немало схем, в которых отражены компоненты личности, компоненты структуры личности. В данном случае вот я выбрала такую схему, потому что именно в ней отражены те ее компоненты, компоненты личности, которые имеют непосредственное отношение к нашей теме. это характер, способности, воля, интересы и мотивы и мировоззрение, ценностные ориентации, которые и определяют мировоззрение, и очень важный компонент – самосознание личности. Следующий слайд, будьте добры. Прежде чем говорить о деятельности воспитания, я хочу подчеркнуть, что воспитание, как любая деятельность, имеет следующую структуру – мотивы, способы и приемы деятельности, цель и результат. Эти компоненты проявляются как деятельность внутренняя, мотив и цель, и внешняя – то, что человек проявляет вовне, когда осуществляет эту деятельность. Здесь я хотела бы отметить вот что. Безусловно, воспитание… Все вы изучали педагогику и изучали, конечно же, тему методологии педагогики. Так вот, теория деятельности, она как раз лежит… ее философское и психологическое понимание лежат в основе того, что мы понимаем под деятельностью в педагогике. И вот эти самые компоненты, мотивы, способы и приемы деятельности, цель и результат – это то самое общее, что характеризует любую деятельность. А воспитание, если мы уже обратимся конкретно к этому виду деятельности, деятельность родителя, которая направлена на развитие, на обеспечение жизнедеятельности, на становление ребенка через создание условий для его самоопределения, социализации на основе тех духовно-нравственных, социокультурных, принятых в обществе этических правил и норм, которые исповедуют в семье, исповедуют сами родители. Основной формой деятельности воспитания выступает деятельность внешняя, чувственно-практическая. И вместе с тем эта деятельность внешняя, безусловно, определяется отношением мотива к цели или личностным смыслом. Вообще само понятие «смысл» – оно многограммно. Мы очень часто употребляем его в самом простом смысле. Видите, получается такая тавтология своеобразная. Смысл как значение. Но здесь, безусловно, личностный смысл больше имеет отношение к понятию ценности. Потому что смыслы, которые человеком осознаны, которые им, как говорят психологи, интериоризированы, то есть сделаны через переживания своими внутренними смыслами, они и становятся ценностями, которые определяют отношение человека к миру, к другим людям и к самому себе. Следующий слайд. Каковы ценностные смыслы родительства? Ну, безусловно, это прежде всего убеждение о ценности ребенка, о ценности детей и соответствующее отношение к ним. Это мотивация деторождения. Человек должен хотеть иметь ребенка. И планировать желательно появление ребенка, планировать свою семью. Ну, сейчас очень много говорится, и особенно вот, когда мы создавали контент для Академии родителей, для Центра поддержки, вернее, сейчас это немножко по-другому называется, мы, конечно же, изучали проблемы семьи. И актуальные, причем характерные для, наверное, почти любой страны, стоящие на самых разных уровнях развития, является то, что институт семьи претерпевает очень серьезный кризис. Вам, наверное, знакомо такое понятие, как child free. То есть это люди, которые осознанно выбирают такой путь не иметь детей, потому что хотят жить сами для своего развития, для своего, в конце концов, удовольствия. К ценностным смыслам родительства относятся также забота и качество воспитания, а также очень важный момент – характер взаимоотношений между родителями и детьми. Детско-родительские отношения – это то, что, в принципе, определяет успешность в значительной степени, успешность в воспитании. Ну и, конечно, родитель, любой родитель должен понимать, какие же качества он хочет воспитывать, какие качества необходимо воспитывать в детях, чтобы потом они смогли нормально социализироваться, жить в обществе. Ценностно-смысловые ориентации родителей, как вы видите на этом слайде, определяют особенности семейного воспитания детей, его содержание. Исследователи вот отмечают, что негармоничные стили семейного воспитания, а вы знаете, ну, допустим, тот же самый авторитарный стиль воспитания или ряд других, присущие родителям, у которых в ценностно-смысловой сфере наблюдается дисгармония. Следующий слайд. Будьте добры, следующий слайд. Вот изменение самосознания родителя, то есть это именно то, что мы считаем психологической, психической трансформацией родителя, происходит именно с осознанием ценностей родительства. Вот, ведь родителям становится непросто по факту рождения ребёнка. Можно родить ребёнка и при этом не стать родителем, во всяком случае хорошим родителем. Когда у мужчины и женщины рождается ребёнок, то они, желают они этого или не желают, они занимают социальную позицию родителя. То есть они получают определённую меру ответственности, потому что они произвели на свет нового человека, нового члена общества. И ответственность эта не только перед ребёнком, но и перед обществом. Потому что общество, безусловно, ждёт, что вы вырастите хорошего человека, сознательного гражданина, хорошего профессионала в дальнейшем, ну и так далее, можно перечислять немало качеств. Так вот, социальная позиция родителя – это самая внешняя позиция родителя, которую он занимает с рождением ребёнка. Как я уже сказала, присвоение родительской позиции не происходит автоматически. Внутренняя позиция родителя, которую вы видите, это сверху второй уровень, формируется тогда, когда человек, родитель, отец, мать стараются выполнять свои обязанности не просто через какое-то волевое усилие, не через какое-то серьёзное преодоление самого себя. Ну вот есть ребёнок, что делать? Вот надо. К особенностям внутренней позиции родителя относятся следующие. Будьте добры, следующий слайд, чтобы вот это было видно сразу, потом мы вернёмся к предыдущему слайду. Внутренняя позиция характеризуется такими компонентами. Прежде всего, это, конечно, забота. Забота – это удовлетворение потребностей ребёнка для его нормального физического, психологического, социального, эмоционального развития. Зависимость. То есть построение собственной жизни с учётом интересов и потребностей ребёнка, его жизненного ритма, его эмоционального состояния. Ну, всем хорошо родителям известно, то там мысль, которая возникает, как только родился ребёнок, ты перестал принадлежать самому себе. Это и есть зависимость. Ответственность. Принятие на себя решений, которые связаны с организацией жизнедеятельности ребёнка. И, кроме того, ответственность – это также, это очень важный, на наш взгляд, момент, это понимание родителям, то, что поведение ребёнка обусловлено вашим воздействием на него, воздействием родителя. Руководство. Следующий элемент. Это опережающее воздействие, задающее направление психическому развитию ребёнка. Поддержка. Ну, само это слово, конечно, хорошо, всем понятно. Обеспечение оптимальных условий, способствующих укреплению веры ребёнка в себя, собственные возможности, помощь в освоении тех культурных норм, без которых ему очень трудно будет адаптироваться в жизни общества. Ну и, конечно же, эмоциональное принятие ребёнка. То есть, это утверждение права ребёнка на его неповторимость, на его индивидуальность. Безусловная, как мы говорим, любовь и симпатия к нему. Вот с осознанием этих ценностей родительства происходит изменение самосознания родителя. Это становится внутренней позицией человека. Ну, будьте добры, дальше следующий слайд. Условия реализации деятельностно-снослового подхода в психолого-педагогическом просвещении родителей, они достаточно многочисленны, здесь выделены, ну, не все, конечно, но, как мы считаем, наиболее важные. Вообще, почему родители приходят учиться? Ведь есть такие родители, которые хотят учиться, они понимают, что, чтобы стать хорошим родителем, надо учиться. И вот в этом как раз и заключается ценность ваша, как профессионалов, психологов и педагогов, в том, что вы можете помочь родителю стать, как это говорят сейчас, самоэффективным родителем. Вот есть такое даже выражение. Что такое самоэффективный родитель? Это тот, кто чувствует себя достаточно уверенно, освоив определенные знания и может, прежде всего, решать проблемы воспитания, проблемы детско-родительских отношений, а не читать назидание или, тем более, допустим, кричать и действовать методами насилия. Так вот, на хорошие курсы, я надеюсь, что ваши курсы станут именно такими, будут приходить те родители, которым будут давать не просто знания, вы будете давать не просто знания, потому что тут ведь вы прекрасно понимаете, не бывает рецептов, как правильно поступать. Да, конечно, есть какие-то определенные знания там по организации режима ребенка и так далее, где, да, действительно, просто это нужно знать и применять, уметь применять. Но прежде всего, конечно, хорошие педагоги, хорошие психологи помогают родителю освоить навыки рефлексии, потому что без этого навыка навряд ли человек сможет вырасти как родитель, потому что ему нужно будет научиться задавать вопросы самому себе. Ведь все вы знаете, что такое рефлексия, я не буду, конечно, сейчас говорить на эту тему, но прежде всего человек должен научиться задавать себе вопросы. Что я делаю? Какую цель я ставлю себе в отношении своего ребенка? Как я поступаю? Какой результат я ожидал и что у меня получилось в итоге? А если не получилось, то почему? Это и есть, по сути дела, такие элементарные, скажем так, свойства, не свойства, вернее, извините, навыки, рефлексивные навыки. Так вот, если мы вернемся к условиям реализации деятельностно-смыслового подхода, первое, что мы видим, это выделение смысловых элементов деятельности. Ну, выше, в самом начале, я говорила о том, о тех самых общих компонентах любой деятельности, которые присутствуют и в деятельности воспитания. Это мотив, это способы и приемы деятельности, это цель и результат. Но, безусловно, безусловно, цель – это система, образующий компонент деятельности. То есть, если вы правильно сформулируете цель, то уже будет более правильно выстраиваться вся ваша деятельность и гораздо больше гарантий то, что вы придете к тому результату, который хотели получить. Поэтому очень важно сформулировать себе правильно цели. очень важным условием реализации является организация диалога. Диалога как ведущего метода осмысления того материала, который вы будете предлагать на занятиях родителям. Использование различных форм представления содержания через организацию познавательной деятельности родителей. На следующем вебинаре я хотела бы тоже остановиться более подробно на этом, потому что, ну вот просто даже, например, на способах использования разных видов интеллекта, потому что если интеллект – это способ освоения человеком окружающего мира, то люди разные и люди по-разному осваивают этот мир. потому что у них развиты по-разному, даны им разные способности, развиты по-разному качества личности и так далее. В том числе, конечно, психические моменты. Ну и моделирование реальных ситуаций. То есть задание на творческий поиск применения нового знания, но на основе реальной ситуации. Этот прием, это условие вам, я думаю, хорошо знакомо. Это кейс-стадии. Рефлексия полученных знаний и опыта обязательно на каждом занятии, ну и, естественно, вытекающая из этого коррекция деятельности. Ну и последнее – это организация информационно-коммуникационной предметной среды. То есть вот сейчас, создавая центр поддержки родителей в организациях образования, мы, естественно, планируем и уже начали осуществлять организацию информационно-коммуникационного пространства, то есть необходимого контента, как для педагогов, так и для родителей. И размещать это начали уже на нашем сайте. В дальнейшем планируется вообще очень такое развитие серьезного портала, интернет-портала, на котором и педагоги, и родители найдут для себя много полезной информации. Вот, собственно говоря, это в основном все, что я сегодня вам хотела сказать. Если у вас есть сейчас вопросы, пожалуйста, задавайте. Так, коллеги, что-то я никого не слышу и не вижу. Сейчас, секундочку, я вот открою. Здравствуйте, можете у вас вопрос? Да, пожалуйста. У меня вопрос не по теме, но хотела просто узнать. Вот в чат обязательно нужно себя указывать, писать в школу, в город? Или можно просто подключаться? По вебинару. Уважаемые коллеги, лучше все-таки в чате отметиться, чтобы мы, безусловно, знали, кто был на нашем вебинаре. Желательно вот написать, откуда вы, ваше место жительства и ваша организация образования. Это не для какого-то там контроля и так далее, но мы же должны как-то вот обратную связь какую-то иметь и понимать, кто нас слушает, ваши какие-то запросы, потребности. Пожалуйста, еще. Я с первого вебинара участвую. Ну, просто первый раз я себя отметила, как бы написала, а последующих я себя не отмечаю. Я просто сейчас вот вижу, что в чате пишут, откуда, кто, кто участвует. Я думаю, нам тоже надо или просто... Уважаемые коллеги, давайте вы будете эти вопросы, может быть, ответит наш... Да, давайте я отвечу. Бульсарис Магазина. Коллеги, смотрите в чат, вы регистрируетесь для того, чтобы после вебинара я сохранила чат и потом передала в отдел, где будут уже готовиться сертификаты. То есть через эту регистрацию в чате мы видим ваше участие на каждом вебинаре. Поэтому желательно, даже обязательно проходить эту регистрацию. Если вы один раз запишите себе в WhatsApp или куда-то, можно копировать и в следующий раз снова вставлять. Это для того, чтобы вам выдали сертификат, коллеги. Можно еще один вопрос? Да, да. Дело все в том, что вот я, когда подключаю видеосвязь, у меня потом очень плохая связь обратная. Интернет, видать, слабый. Поэтому я себя заставкой вот закрываю, чтобы мне слушать хотя бы без перерыва речь была. Понятно. Нет, нет, нам главное, чтобы вы услышали информацию. Желательно, чтобы вы задавали вопросы, потому что дальше же реализовать эту программу нам нужно будет всем на своих регионах. Поэтому видео это желательно, но не обязательно. Если это доставляет проблемы с интернетом, конечно, лучше, чтобы вы услышали информацию. И еще один вопрос. После вот этих наших курсов, своеобразных вебинаров, у нас будет экзамен или как? Курсы или вебинары? Ну вот мы сейчас же вебинар присутствуем на вебинаре, да? Угу. И в завершении мы будем сдавать экзамен какой-то или нет? Нет, у нас экзаменов ничего не будет. Это как бы поддержка вам для того, чтобы начать реализацию проекта Центра педагогической поддержки родителей. Здесь мы будем все организационные, такие информационные вопросы разрешать, задавать. По каждой теме у вас будут спикеры. И у нас этот вебинар до конца ноября. И экзаменов ничего не будет. Желательно посещаемость мы будем регистрировать вот в чате, проверять. Ну, это как бы для вас больше нужно, чтобы вы знали, о чем, что делать на этом Центре педагогической поддержки. И здесь есть возможность задать вопросы авторам, составителям, разработчикам этих программ, занятий для родителей. Поэтому информации лишней не будет, я так думаю. Есть еще один вопрос? Можно еще один вопрос? Я сразу хочу спросить, материалы будут раздавать нам какие-то? Показывают красивые презентации, хорошие, такие, нужные прям? Мы будем как-то их посчитать или нет? После каждого вебинара я отправляю ссылку на запись в группу нашу и отправляю презентацию, которую сегодня осветил наш спикер. Поэтому все эти материалы у вас будут. Кроме этого, нами были направлены методические руководства, методические рекомендации и приложения по Центру педагогической поддержки родителей. Если нужно, я продублирую еще раз. Спасибо большое. Продублируйте, пожалуйста. Хорошо, сегодня же сделаю. Спасибо большое. Коллеги, я понимаю, конечно, что тем более, когда теоретически какой-то материал идет, не сразу это может быть как-то не то, что осмысленно. Все люди с высшим педагогическим образованием. Но просто не всегда бывает как бы кто-то задается. Но могу сказать, что я являюсь одним из разработчиков. И вот этого курса, который мы читаем педагогам, которые будут осуществлять эту работу в организациях образования, и мы разрабатывали же и занятия для самих родителей. То есть, безусловно, это очень такое... Знаете, вот меня, конечно, представили, но я хочу немножечко все-таки еще и пояснить. Я с 1976 по 2011 год я работала преподавателем вуза. То есть, я вузовский преподаватель, я кандидат педагогических наук. Сначала я работала на кафедре языковой, я филолог. Но затем стала работать на кафедре педагогики. И эта тема, эти знания, эта область знаний оказалась для меня очень интересной. Ну, то есть, считайте, у меня 35 лет педагогического опыта, общения со студентами. И можно сказать, что через мои руки прошли поколение советских студентов. Потому что я работала с 1976 года, начиная. И я вижу, как меняется наша молодежь. Вот. И знаете, вот цель воспитания. Немножечко я просто вот на эту тему хотела бы сказать. Когда к нам приходили вновь поступившие в педагогический университет студенты в КАЗНПУ имени Абая. Вот. На первом курсе я всегда давала им такое входное задание, скажем так. Напишите, почему вы пришли учиться в этот вуз? И вы знаете, вот большинство студентов, к сожалению, не могло сформулировать, зачем они пришли. Ну, в лучшем случае дети писали, что учитель – это благородная профессия, я люблю детей и так далее. Вот. Но когда, что еще как бы, ну, я считаю хуже, когда мы уже после третьего курса, когда люди уже подходят к выпуску, когда они уже должны будут пойти в школу, опять мы давали им такое задание написать небольшое эссе. Какими вы видите себя через 10 лет, например, после окончания вуза и работы по специальности? И, увы, тоже, к сожалению, это говорит о чем? Это говорит о том, что дети приходят в этот вуз, не имея четкой цели и понимания. Вообще, вот умение ставить жизненные цели, осознавать свои способности, мотивы, потребности – это очень важная особенность человека. И начинается она с самопознания. Ну, я не буду говорить сейчас о программе, я с 11-го года имела отношение к этой программе и считаю, что программа очень нужная. Почему? Вот каким мы хотим видеть своего ребенка к окончанию школы? Конечно, мы хотим, чтобы у него были хорошие знания. Мы хотим, конечно, чтобы он был хорошим человеком, наверное. Но, наверное, мы должны хотеть еще, чтобы он был самостоятельным человеком, то есть вот развить в нем вот эту самую субъектность, то есть чтобы он был таким человеком, который сам управляет своей жизнью. А для этого надо вот все это понимать. Понимать, какой ты, на что ты способен. Понимать, да, и уметь, кстати, это вообще-то обязанность, я считаю, и родителей, и педагогов. Научить ребенка, дать ему инструменты самовоспитания и того, что сейчас так популярно и постоянно говорится, научить человека учиться. Потому что сейчас, как никогда, наверное, все вы прекрасно знаете, что, во-первых, даже если ты всю жизнь будешь в одной профессии, ты все равно должен постоянно учиться. А время сейчас такое, что, может быть, твоя профессия скоро просто будет не нужна, и надо будет овладевать какой-то новой. Вот это вот, во-первых, мотивация, уметь, желать учиться, скажем так, и иметь, владеть навыками и умениями этого. И я понимаю, что, допустим, учителям в школе, предметникам, ну, не очень до этого, скажем так, потому что очень большой программный материал. Надо все успеть дать детям, чтобы они владели этими знаниями по предмету прежде всего. В конце концов, хорошо прошли выпускные экзамены, пресловутые ЕНТ. Вот. Но, тем не менее, система воспитания в школе и дома, вот, должна ставить себе такие цели, безусловно. Ну, как бы, не знаю, согласны ли вы? Я, знаете, я с вами тоже согласна, потому что сейчас вот это педагогическое образование востребовано. Почему? Потому что платье хорошо, правильно же? Это в глаза, если в правде глаза смотреть. А вот до этого, например, выпускники не хотели, потому что нету перспективы, да, было, были. Но иногда бывает, что у них педагогики, что любят детей, хотят, любят работать людьми, вот, детьми и развиваться. И вот у нас родители молодых, наверное, это 90-е уже, получается, 1090-е, 90-е, да, сейчас дети пошли, ну, родители как бы. Ну, они совсем не понимают, что они должны воспитывать, чтобы воспитывать, вот, своих детей, они должны себя в первую очередь воспитывать. Потому что они говорят, скажите, вот, у меня вопросы были, скажите, как мне, вот, заставить ребёнка бросить телефон и читать книги. И я потом думала над этим вопросом, потом я прошла курс по конституции, потом я могу смело сказать, чтобы сначала ребёнок начал читать книги, вы сначала сами должны читать книги, потому что вы сами пример для человека, маленького человека. И вот иногда родители осознают, что вот они должны себя изменить в первую очередь. А бывает, что родители, нет, вот эта школа виновата, что он мой ребёнок, вот такой, вот такой, да, он хулиган какой-то. И говорю, вы им время удаляете? Они говорят, нет, зачем, я же работаю, я же обеспечу его. Бывает, что, да, неравновешенные родители бывают, что зачем, он же сам растёт, я же ему купил гаджеты, вот, дорогие штучки. А они просто не до конца понимают, что в первую очередь им нужна вот именно родительская любовь. Это то, что надо донести, это у нас первое, ну, я думаю, что наше призвание их в этом их отзнать, дать отзнать, что они, в первую очередь, они ребёнка, всё. Знаете, коллеги, вот когда мы готовили, это была, не один месяц шла эта работа, мы исходили прежде всего из того, что в такой ситуации, как сейчас, впрочем, как и всегда, наверное, вот, необходимо системное просвещение, психолого-педагогическое просвещение родителей. Именно системное. И ведь мы занимались тем, что изучали опыт самых разных стран, разных по своей культуре, разных по своему уровню развития, как у них осуществляется помощь родителям. И я вам могу сказать, что мы не увидели практически нигде именно системной организации психолого-педагогического просвещения родителей. Так что наш опыт, очень бы хотелось, чтобы с вашей помощью этот опыт закрепился у нас, вот, и дал свои хорошие плоды, потому что ситуация действительно очень серьёзная, скажем так. А что касается педагогического образования, ну, я слышу просто вот крик души, можно сказать. Значит, вот нужно разделять, вернее как, выделять, не разделять, а выделять, потому что вообще-то это должно быть вместе. Педагогику как наука, потому что, ну, педагогика как наука, любая наука, она ведь отражает наиболее общие законы развития мира, природы, общества человеческого. Вот, ну, вот, если даже мы возьмём, допустим, принцип наглядности Каменского, это ведь закон, это закон объективный, а сформулирован, когда был, вот. И не учитывать эти объективные законы нельзя, поэтому очень важно знать педагогику как науку. Но, с другой стороны, ведь педагогика как искусство – это другой аспект, потому что, вот, если говорить об искусстве, все вы прекрасно знаете, что это такое, вот, то это очень субъективное восприятие. Субъективен художник, который создаёт произведение, субъективное восприятие зрителя, который воспринимает это. Мы все по-разному видим, мы по-разному слышим одно и то же произведение, допустим, искусство, да, вот. А тем более это имеет отношение, вот этот субъективный момент имеет отношение к педагогике, потому что учитель имеет дело с ребёнком, а ребёнок каждый индивидуален, он особенный, вот. Поэтому вот идеально, наверное, это, конечно, сочетать вот эти два аспекта – педагогики как науки и педагогики как искусство. Поэтому личность учителя – это, знаете, это и в советской педагогике было. Личность учителя – это важнейший, важнейший фактор, вообще говоря, развития зрителя. Добрый день, можно вопрос? Да, пожалуйста. Вы сказали, что являетесь разработчиком, уже готовы есть занятия. Вот, а где можно было бы посмотреть, хотя бы иметь представление, как проходят занятия? Коллеги, давайте я отвечу на этот вопрос. Так, сегодня мы подключим тех, кто ещё не успел подключиться, но по объективным причинам, да, и мы отправим методические руководства. Это большой документ, где все 24 занятия описаны, прям расписаны полным образом, что, после чего, как и так далее. Даже слова спикера, какие у него действия должны быть, выводы, всё это расписано. Методические руководства. Как только мы подключим тех, кто ещё не подключился, несколько регионов у нас осталось, мы сразу это в группу отправим. Хорошо? Отключите микрофон, кто у нас тут на фоне. Спасибо. Большое спасибо. Спасибо. Мы, разнообразная занятия, мы делали презентацию этим занятиям. У кого микрофон включён, коллеги? У кого-то микрофон включён. Жамбылская область, пожалуйста, отключите микрофоны. Жамбылская область, Шамилова, Сисе, отключите, пожалуйста, да. Нет, не слышно теперь. Разрабатывая вот эти занятия, их всего 24, по 8 на каждую ступень, начальная, основная и старшая школа. По одному занятию в месяц. Вот здесь тоже этот вопрос, он, конечно, практически нужно наверняка его поднять. Потому что я понимаю, насколько у нас загружены учителя в школах. И вот это, казалось бы, какая-то дополнительная нагрузка. Но я думаю, что если вы, скажем так, имеете желание, имеете мотив, то вы можете встроить свою работу с родителями, вернее, свою работу с родителями встроить в эти занятия по родительской академии. Мы изначально так называли родительская академия. Потому что там же рассматриваются вопросы, которые волнуют родителей. Например, адаптация ребенка к школе, что в началке, что, значит, в основной, когда он приходит, и у него много учителей появляется, и много предметов и так далее. Ну, вы сами прекрасно знаете эти проблемы. И плюс ко всему и проблемы буллинга, и проблемы зависимости от гаджетов. Все это рассматривается. Но рассматриваются и другие вопросы. Поэтому, в принципе, когда вы ознакомитесь с содержанием этих занятий, а нужно еще отметить вот что. Значит, школа, каждая организация образования имеет право 20-30%, ну, мы определяем как 30%, свою тематику поставить. То есть это примерно одна треть из этих восьми занятий. Два-три занятия точно. Потому что каждая школа, она индивидуальна. Индивидуален педагогический коллектив. Индивидуален, естественно, коллектив родителей и детей. И есть разные, скажем так, потребности. Поэтому эти потребности вы можете закрывать сами, вот, и таким образом действовать. Пожалуйста, еще какие-то вопросы? Ну, собственно, если вот сейчас вопросов нет, мы с вами встретимся еще. А, да, пожалуйста. Здравствуйте, извините, это ЖИЦУ область, Искельдинский район, Гахар-Жаспайна. Я сама работаю директором школы и сама записалась на эти курсы, потому что вот сейчас эти занятия проводятся. Именно в этом году же у нас большой акцент идет на работу с родителями, именно в воспитательной работе. Вот сейчас я слушаю, и вот центр, да, мы организовываем центр работы с родителями. Мы же не всех можем, да, родителей подключать. Как именно с родителями, трудными родителями, или в общей школе мы должны полностью всех подключать, родителей, или как? Или индивидуально эта работа будет идти? Понимаете как? Вот, ну, можете ли вы дать гарантию, что вы все 100% родителей? Ну, вот, да, гарантия. Конечно нет, конечно нет. Конкретной нету, да, численности? Нет, а без заловки какой-то нет. Но, понимаете, мы хотели бы, чтобы вот тематика ваших занятий с родителями, она привлекла, потому что, ну, вот вы сами только что сказали, сейчас идут родители детей, те родители, которые сами родились в 90-е годы, да? Так ведь примерно? Вот, и мы помним, ну, кто постарше помнит эти самые 90-е годы, и как шло обучение и в школах, и в вузах, и, естественно, что какие-то проблемы и в знаниях, и в воспитании, прежде всего в воспитании, вот, наблюдаются. Поэтому родителям нужны эти знания. И было бы, конечно, очень хорошо, если бы вы смогли бы организовать это так, опираясь на те материалы, которые мы подготовили, но это не значит, что это истина в последней инстанции. Естественно, вы можете адаптировать, вы можете разрабатывать свои занятия. Мы вовсе не ставим какие-то рамки. Вот делайте только так. Творчество учителей как раз, наоборот, всегда приветствуется. Все хорошо, спасибо большое. Можно вопрос? ...вот времени начнутся эти занятия. Ведь это же не так все просто организовать после окончания курсов. Мы понимаем, что это непросто, безусловно. И если бы знали вы, как мы работали, когда получили такое задание, достаточно, скажем так, серьезное и непростое, и необычное. Сколько у нас было споров, какие темы, как выстроить. И понимаете, опять же, это не раз и навсегда заданная модель, скажем так. Потому что сейчас пойдет, естественно, апробация. И если вы что-то придумаете сами, разработаете что-то новое, мы хотели бы, безусловно, иметь с вами обратную связь, чтобы потом этот ваш опыт, хороший опыт, распространять, применять его, чтобы это было на пользу. Поэтому, как всякое новое дело, оно всегда, безусловно, двигается нелегко. Можно вопрос? Железинский район, Павлодарская область, методист по воспитательной работе. Вот у меня есть школы, которые малокомплектные. Но, может быть, я и пропустила, это, может быть, и говорили. Есть по 4, по 6 человек в школах едят. Как организовывать работу Центра поддержки родителей вот в этих школах? Они-то и так родители постоянно на связи с учителями? Если 4-6 ребёнка в классах. Ну, понимаете как? Это замечательно, что они постоянно на связи с учителями. Конечно, это не городские школы, где у нас в Алма-Ате, извините, по 45 человек в классе сидит. И учитель просто уже не знает, бедный, что делать. Но, тем не менее, это вовсе не говорит о том, что все они обладают теми знаниями, которые, так сказать, нужны. То есть во всех школах мы организовываем Центр педагогической поддержки? Ну, пока установка министерства такая, что мы организовываем это повсеместно. Спасибо. А можно вопрос? Скажите, пожалуйста, вот сейчас про организацию как раз говорите. Организация, мы должны заниматься сами в тот день, который нам удобно? Или опять будет сверху директива, именно в такие дни вы должны проводить, а потом следом идёт проверка, да? Нет, понимаете, здесь не хотим вот такого построения этой работы. Школа сама определяет расписание, сама устанавливает это расписание так, как удобно школе и родителям прежде всего. Учителям и родителям. Это первое. Второе. Значит, знаете, я, конечно, очень бы не хотела, чтобы, ну, есть у нас, к сожалению, такие ретивые чиновники, которые любят контролировать. Но, знаете, у нас понятие не контроля, у нас понятие мониторинга, потому что мы должны понимать, что происходит, как происходит. Поэтому просто нам нужны результаты мониторинга, материалы мониторинга мы будем вам давать. Ну, то есть я поняла, что всё равно проверка будет. Мониторинг – это же тоже своего рода проверка, правильно? Мы должны будем прислать отчёты, фотоотчёты, правильно? Записи свои, которые мы делаем, правильно? Понимаете, для мониторинга мы больше будем анкетированием. А, ну, если только анкетирование, тогда ещё как-то это действительно будет… Олег, коллеги, вот эти занятия… Если использовать современные технологии, Google, и так далее, сейчас, по-моему, родителей без гаджетов нету. Понятно. То есть даже нужно, которые мы будем проводить, их протоколировать нужно или как? Как вот их фиксировать документально? Нет такого требования, чтобы вы писали протоколы. Это беседы с родителями, это занятия с родителями, причём в интерактивной форме, чтобы им было интересно, чтобы они… Мы проверили, достаточно показать план занятий и плюс регистрация родителей, кто был, кто не был, да? Вот лист регистрации. Нам, конечно, надо знать хотя бы примерно, вот сколько родителей всё-таки ходят на эти занятия. Вот нам нужны такие вещи. Ну вот смотрите, например, если придут вот 5-6 родителей, а в школе, например, ну 500 детей, как вы считаете, это будет нормально? Понимаете? Значит, нормально. Сарай, Славказин, можно я отвечу ещё? Да, пожалуйста, поделась. Я попробую, коллеги, я извиняюсь, у меня уроки. По поводу контроля. Раиса Малина всё верно объяснила. Неосвышно? У меня такой вопрос. Как привлечь тех родителей, которые больше всего нуждаются в психолого-педагогической помощи этого центра? Ясно, что на общешкольных собраниях, на родительских собраниях всегда участвуют одни и те же активисты, родители, которые активно помогают и в школьной жизни, и в деятельности в школе, и в материальном плане предлагают какие-то спонсорские свои услуги. А как же быть с теми родителями, которые в группе риска, которым действительно есть чему поучиться на этих собраниях? Как нам привлечь таких родителей? Ведь зачастую они не ходят на эти собрания. Спасибо. Ну, это, наверное, самый сложный вопрос, скажем так. И, пожалуй, в этом смысле... Давайте абсолютно поможем друг другу. Безусловно, мы над этим тоже будем думать. Ну, мы как бы прежде всего через содержание, естественно, хотим заинтересовывать прежде всего. Знаете, вот такое сарафанное радио, где-то, наверное, может быть, тоже должно работать. Если родители, которые придут, и им будет полезно, понимаете, и не только интересно, оно, естественно, должно быть полезно, то они же в родительских чатах сидят. То есть вот какое-то такое распространение позитивного мнения. Но это, естественно, не единственный способ. Мы тоже будем думать. Поэтому я и говорю, что нам с вами надо сотрудничать, потому что у вас, как вот говорится, на земле, вот, есть свой опыт. И этот опыт нам, естественно, хотелось бы знать. Конечно. Конечно. Иногда и по детям даже видно, в каких семьях они пребывают, и какая им нужна помощь, и психологическая, и моральная. И не можем с этими родителями ничего сделать. Вот что беда из сегодняшнего дня, конечно, не только. Это по всему Казахстану такое есть. Спасибо. Если бы только по всему Казахстану, боюсь, что это по всему миру. Ну да, конечно. Скажите, пожалуйста, сколько часов в неделю рекомендуется проводить такие вебинары для родителей? Семинары, вебинары, я не знаю, собрания, как их назвать? Одно занятие в месяц. Восемь. Значит, восемь занятий в течение года. То есть получается практически один раз в четверть, да? Восемь занятий. В четверть это два раза в четверть. Ну, каждый месяц. Ну, так получается. Каждый месяц. Именно так. Каждый месяц для родителей, у которых дети учатся в начальных классах, в третьем звене и в старших классах, там идут смежные темы. То есть тематика одна, а направленность, цели совсем другие. Поэтому получается в среднем три занятия в месяц, да? Для разных категорий людей. Да. Извините, а вот уже идет сентябрь месяц, да? Сентябрь мы тоже должны уже провести, да? Вот. Подождите, скажите, пожалуйста, а по сентябре у нас своя работа есть, как быть? Смотрите, эти курсы... по неделю проводить с родителями. А у нас же есть своя работа как психолога. Вот я, например, психолог. У меня и у завучика воспитательная. У нас же куча еще своей работы. Смотрите, вот если вы работаете психологом, вы в свой план работы можете... У вас же там есть блок работы с родителями. Да, вчера было сказано. Вот именно в этот блок вы можете включить тему, которая рекомендована в данной методическом руководстве при организации Центра педагогической поддержки. И параллельно выполняя свою работу, вы выполняете и большую такую миссию по помощи родителям, просвещению родителей и так далее. Потом был вопрос касательно... Я уже забыла столько вопросов. вот по вашей работе. По сентябрю. Смотрите, вот вспомнила. Курсы имеют право... Вот эти занятия имеют право проводить только те педагоги, наши коллеги, которые прошли специальный курс 80 часов обучения. Сейчас у нас уже идет третий этап. Кроме этого организуется специальная рабочая группа из таких творческих, креативных, опытных учителей, которые давно работают, знают методы, технологии работы с родителями и они тоже подключаются в работу этой группы. Там распределяются их обязанности по занятиям и так далее. И потом начинается работа. То есть у какого-то учителя есть возможности, навыки, способности там хорошо рассказать, провести занятия с родителями на тему интернет-безопасности, компьютерной зависимости. А у кого-то очень хорошо получается поговорить на тему ценностей общечеловеческих, национальных, семейных ценностей и так далее. То есть здесь уже такого рода творческая работа педагогического коллектива с родителями. Извините, а вот смотрите, вот тот, который вебинар мы сейчас обучаемся, идет до декабря месяца, получается, мы получим сертификат только в декабре месяце. После того, как мы получим, потом мы начинаем работу с родителями? Нет, не потом. Это вебинар идет как поддержка. Параллельно с запуском центра поддержки родителей здесь вы сможете задавать вопросы, что у нас возникли такие сложности, такие вопросы у нас есть. Кто-то может даже поделиться опытом положительным, поэтому они идут как больше поддержкой. Здесь мы будем обсуждать текущие моменты, что улучшить, что хорошо идет, что не получилось и так далее. Хорошо, понятно. То есть мы уже должны начать в сентябре, уже сентябрь заканчивает, мы уже должны первое это собрание организовать, да? У нас на прошлом занятии Жазира Алтайвина, по-моему, делилась насчет того, что они уже начали подготовительную работу. У нас есть чат, там мы можем делиться, обмениваться мнениями и так далее. Коллеги, мы уже превысили лимит сегодняшнего вебинара. Спасибо вам большое за активность, за вопросы. В чате вы можете продолжить, задавать вопросы.